Друзья, всем привет! Меня зовут Исинская Екатерина и сегодня я вам буду рассказывать о приложениях, где вы можете найти носители языка. И эти носители с радостью вам помогут в вашем обучении. Также нередки случаи, где люди находят там любовь всей своей жизни или, как в моем случае, просто прекрасных, замечательных друзей со всего абсолютно мира. Погнали! И перед тем, как приступить к первому приложению, мне очень хочется еще раз заострить ваше внимание на том, что если вы учите иностранный язык, абсолютно неважно какой, немецкий, испанский, английский, японский, неважно, вам как можно скорее нужно научиться на нем говорить именно с носителями языка. Потому что, как минимум, вы привыкаете именно к живой речи, запоминаете особенности этой речи, слышите и научитесь различать различные диалекты. Или, как минимум, как минимум, вы можете запомнить различные идиомы, сленговые выражения, сокращения во время переписки, когда вы будете общаться с носителями в этих приложениях, о которых я вам сейчас расскажу. И первое приложение — это тандем. Я неоднократно упоминала его в своем инстаграме, потому что именно там я познакомилась со своим лучшим другом Орландо из Мексики. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, там очень много всего интересного, не только по поводу изучения английского языка, но и о том, как поступить за границу или поехать за границу на языковые курсы. Подписывайтесь, там еще раз повторю, интересно. Итак, приложение Tandem. В нем зарегистрировано уже более 5 миллионов пользователей абсолютно со всего мира. И как работает это приложение? Допустим, я хочу изучить немецкий язык. Я регистрируюсь в этом приложении, оформляю свой профиль, добавляю фотографию, описываю свои интересы, о чем бы я хотела поговорить, чем я вообще занимаюсь в своей жизни. И спустя прохождение модерации, модерацию вы можете проходить от 1 до 7 дней, если вы не хотите ждать эти дни, то можете купить про-версию, но я, если честно, не советую это делать, потому что она мало чем отличается от обычной версии. В этом приложении вы общаетесь в чатах, вы также можете отправлять голосовые сообщения, можете отправлять фото, видео. Также в этом приложении работает функция автоисправления, также есть мгновенный перевод. В чем-то фишка этого приложения не только находить этих людей из Германии для того, чтобы обмениваться языком, а этот немец может исправлять мои предложения. Если я пишу ему на немецком, он может тут же взять и указать мне на мою ошибку. Точно так же, если этот немец учит русский, я могу поправить его. Тем самым вы производите, скажем, взаимовыгодное сотрудничество у вас получается. Перейдем к следующему приложению. Итак, следующее приложение HelloTalk, ничего не видно на телефоне, да? Это уже больше как соцсеть, похоже чем-то на Facebook, то есть это как сообщество. И здесь уже очень чувствуется VIP-подписка и ее плюсы. Потому что, во-первых, здесь зарегистрировано уже более 150 миллионов человек, в отличие от тандема, где зарегистрировано 5 миллионов человек. С VIP-подпиской вы можете изучать до трех языков одновременно. Также вы можете создать свою страничку. Люди могут также их комментировать, исправлять тоже какие-то ошибки, если вы написали большой пост. Также вы можете отправлять новым людям до 15 сообщений, то есть начинать 15 новых чатов. В бесплатной версии вы можете начинать, по-моему, 5 чатов только исключительно и изучать один язык. Так что вид подписка чувствуется, но все-таки я бы для начала подпользовалась бесплатной версией, для того, чтобы понять, какое приложение вам ближе и где вы сможете найти именно тех людей, которые будут вам по нраву. В этом приложении есть бот Эми, чат-бот Эми, с которым вы можете пообщаться и больше освоиться в приложении. Также вы можете этому боту записать голосовое сообщение на русском языке, а система уже автоматически переведет его на английский язык. Это очень удобно, я считаю. Также в этом приложении есть специальная функция оптоисправления текста, то есть вы загружаете свой текст в специальное окошко, и он указывает вам на какие-то ошибки, дает свои советы. И еще есть одна функция, третья, называется помощь другим. Как вы можете задавать какие-то вопросы, так и люди могут задавать свои вопросы, допустим, вам, как знатоку русского языка. Переходим к следующему приложению. Третья программа из нашего сегодняшнего топа, это программа Speaky. Она поддерживает более 100 языков и объединяет людей из 180 стран мира. Как работает это приложение? В принципе, точно так же, как и остальные, но приступить к общению можно сразу. И в специальной колоночке можно указать пол, возраст, желательный язык, и также заблокировать нежелательные языки. То есть очень хорошо работает фильтрация тех людей, которых вы хотите найти. В этом приложении в ваши переписки можно отправлять текстовые и голосовые сообщения, а дополнительная функция всего одна, это коррекция текста. Переходим к следующему. Четвертое приложение отличается от всех вышеперечисленных, потому что здесь нет чата и поиска языкового партнера. Сервис работает на построении вопросов и получении ответов от других пользователей. Как работает это приложение? При регистрации вам нужно указать свой родной язык и язык, который вы изучаете. После небольшого обучения вам будет открыт доступ к вопросам. Задавайте вопросы обо всем. Как переводится то или иное слово? Какое слово где лучше подходит? Спрашивайте про построение конструкции предложения. Вообще по всем, что придет вам в голову, главное, чтобы это касалось изучаемого языка. Дальше вы можете следить и за вопросами, касаемо вашего языка, и помогать другим пользователям в их обучении. И еще немаловажный факт, что на ваши вопросы вам будет отвечать именно носитель языка, а это огромнейший плюс. Эта программа также бесплатная, как и остальные, но существует также платная версия High Native Premium. Она позволяет прослушивать аудио и видео сообщения других пользователей, позволяет увидеть большее количество вопросов и также в премиум версии отсутствует реклама. И последнее, пятое приложение, но не менее интересное. Называется оно Cambly. Это база преподавателей, каждый из которых специализируется на деловом, научном или профессиональном английском. Также есть подготовка Kyle's и Toeful, что очень просто важно для тех, кто учит английский язык или готовится к этим экзаменам самостоятельно. И также есть английский для путешествий. И еще один немаловажный факт, что некоторые преподаватели занимаются развитием какого-то определенного скилла. То есть это либо чтение, либо говорение, либо письмо. Как работает это приложение? После регистрации вы сможете сразу приступить к поиску преподавателя, составить определенный план, скиллы, которые вы хотите прокачать. Также занятия могут проводиться по видеосвязи или же в чате, как вам угодно. Также в приложении есть система бронирования занятий. И вы выбираете преподавателя, который вам понравился, и бронируете уже на его свободное время и дату. Правда, есть одно но. В отличие от тех приложений, о которых я рассказала, занятия в этом приложении платные. Потому что вы, получается, занимаетесь преподавателем как с вашим репетитором. Но не спешите расстраиваться, мои дорогие любители халявы. Потому что в этом приложении есть реферальные ссылки. И если ваш друг подпишется на это приложение, то вы можете получить 60 минут занятия бесплатно. И шестое. Да-да, я обещала 5, но в качестве бонуса расскажу вам о шестом приложении, где можно найти интереснейшие знакомства. И это приложение каучсерфинг. И да-да-да, я знаю, что многим из вас это приложение знакомо как приложение для поиска жилья. Если вы путешествуете и вы не хотите останавливаться в отелях, или хотите познакомиться именно с жителями той или иной страны, вы можете у них остановиться совершенно бесплатно. Или за помощь, там помыть посуду, что-нибудь такое. Но если вы, ребята, любите путешествовать, точно так же, как и я, и остановились все-таки в отеле, или сняли жилье, вы можете просто написать каучсерферам и попросить вам показать культовые места, просто с вами пообщаться, погулять. Тем самым вы можете найти интереснейшие знакомства с абсолютно всего мира. Но единственный момент, нужно, правда, для этого путешествовать, но я в этом, опять же, вам помогу, потому что вы узнаете кучу фишек с моего канала, как бесплатно путешествовать или как путешествовать бюджетно. Также про интересные места, разные лайфхаки и вообще, как я уже говорила, куча всего интересного на моем YouTube и Instagram-канале. Не забывайте подписываться на Instagram. Субтитры сделал DimaTorzok